Всем привет, с вами Фокс и сегодня у меня на обзоре реплика бронежилета ЛБТ-6094К от компании TMC в расцветке AORAZINE. Боевой прототип был создан для подразделений Девгру, также у данного бронежилета есть две модификации, это для МПС и для М4. TMC производит довольно-таки качественные реплики за свою цену и данный бронежилет у них тоже получился довольно-таки неплохо. Отличается такая версия от обычного ЛБТ-6094. Передней панелью отсутствуют стропы MOLLE на VELCRO панели, также внизу VELCRO панели отсутствует стропа MOLLE, остались только по одной ячейке с каждой стороны. Также присутствуют вертикальные стропы MOLLE, как у обычного ЛБТ. За VELCRO у нас присутствует небольшая админка без VELCRO и присутствует стропа для откидной админки. Здесь у нас присутствует встроенный карман небольшой, ниже у нас присутствуют в три ряда по одинарной ячейке стропы MOLLE с двух сторон. Также три встроенных несъемных подсумка для МПС с жесткими вставками, они у нас выглядят вот так. Отсутствует отсек для кевларовых пакетов. Внутренняя часть передней панели у нас выполнена в камуфляже и отсутствует VELCRO. Плит я использую размера M. На внутренней части заднего чехла мы можем увидеть VELCRO. Оно нужно, чтобы бронежилет у вас не скользил. На заднем чехле у нас находятся стропы MOLLE, эвакационная ручка, пришита она довольно-таки хорошо. Также присутствуют проушины для проведения коммуникации, либо же гидратора. Жаль, что они не продублированы на лямках. Также сзади у нас находится регулировка камербанда, что происходит с помощью вот такого банджикорда. Что очень удобно позволяет отрегулировать на любой размер. Снаружи на камербанде у нас находятся стропы MOLLE, три ряда. Внутри у нас присутствует карман для рации. И еще один встроенный карман на VELCRO. Также здесь у нас присутствует отсек для ламок. Лямки здесь такие же, как и у обычной VELCRO. Это у нас чехол с VELCRO. Внутри у нас находятся лямки с VELCRO и пряжкой. Позволяет регулировать в большом диапазоне, а после спрятать это все в чехол. Теперь перейдем к грустному. Материалы используются. Они оригинальные. Кордура фабричная. И к ремиссии нет. Как и стропы, так и кордура имеют небольшой блеск. Стропы прошиты хорошо. Швы все прекрасны, где нужно было. Там они усиленные. Но вот стропы Молли мне нравятся намного меньше. Так как при определенном свете и более детальном рассмотрении они кажутся светлее. Ну не знаю, может быть это конечно придирки. Вета Ора могу сравнить с NCPC от C-MAP. Ну а в целом бронежилет получился довольно таки неплохо и очень копийно. Вообще данный бронежилет я купила, потому что мне нужен был более легкий бронежилет. Еще потому что я пытаюсь моделировать девгру. И он мне очень подходит. Ну а также в будущем я хотела бы прикупить себе МП-7. Ну а пока что я вытащила доставки из двух подсумков. Оставила один для пистолетного магазина. Также одела на данный бронежилет пистолетный подсумок. Стопатронник. И арт-флаг в Оре. Коу-сайн патч. Положила в данный карман ножницы. И повесила двойной подсумок для М4. Хотя при желании можно засунуть в магазины от М4 и в передние подсумки без вставок. Во внутреннем подсумке в камербанде я ношу либо магазины от Скара, либо убираю отстрельные магазины от М4. Кнопку ПТТ я креплю сверху на лямку. Она мне здесь не мешает и это очень удобно. Давайте теперь подведем итог. Бронежилет у TMC получился довольно-таки круто, качественно и копийно. Мне данный бронежилет очень понравился. Ну и выглядит в целом он отлично. Никакого розового цвета замечено не было, как мне многие писали. К минусам я бы хотела отнести неоригинальные материалы, из которых изготовлен данный бронежилет. Но за такую цену я этого в принципе и не ожидала. К плюсам я бы хотела отнести и качество пошива. Ну и возможность отрегулировать данный бронежилет даже на меня. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментарии. Всем пока!